Мои золотые приветствую всех! Мы продолжаем разбирать турнир UFC Fight Night. Я напоминаю, что абсолютно перед каждым турниром вы можете забрать бонус 2000 рублей. Это для ребят с России, 5000 тенге для ребят с Казахстана. Ссылка будет в описании в закрепленном комментарии. Все, что нужно сделать, перейти по ссылочке, зарегистрироваться, закинуть на счет косарик. И автоматически бонус в эту же секунду вам придет. И этими бонусными средствами вы можете распоряжаться таким образом, каким посчитаете нужным. В общем, я считаю, что это отличная возможность абсолютно перед каждым турниром воспользоваться бонусной программой. В общем, погнали! В следующем выпуске мы поговорим о поединке, в котором сойдутся два танка. Два бойца, которые просто обожают заканчивать свои поединки досрочно. Это Назим Садыков и его оппонент Теренс Маккини. К сожалению для Маккини, да, он сейчас чередует победы с поражениями. Что касается Садыкова, то он сейчас идет на потрясающий побед на винстрике. Будет делать все возможное, чтобы, естественно, его продлить. В общем, как всегда по классике поговорим о бойцах, о их бойцовских карьерах. Ну и, конечно же, будем искать варианты для ставок. Погнали к разбору. Начнем мы, пожалуй, разбор с Садыкова. Это спортсмен, который до того момента, как начал выступать по профессионалам, провел четыре поединка по любителям. Во всех четырех боях он одержал победы. И после этого дебютировал в качестве профессионального спортсмена, да, в такие промоушены, как Кейдж Фьюри Файтинг Чемпионшип, где оформлял досрочные победы в своих боях. После этого провел два поединка под баннером такого промоушена, как Фьюри. Также одержал там победы. Ну и, соответственно, поскольку вы знаете, да, может быть, кто-то не в курсе. Кейдж Фьюри Файтинг Чемпионшип, ЛФА, Фьюри. Это все, ну, примерно дочерние промоушены UFC, и бойцы, которые показывают хорошие результаты там, попадают, ну, кто-то автоматически в UFC, кто-то через Дану Уайт Контендер Сериес, да. И вот как раз-таки Садыков стал тем бойцом, которому предоставилась возможность подраться на Дану Уайт Контендер Сериес, где, кстати, он встретился против Ахмада Хасан Зады, по-моему, именно так звали этого парня, если я ничего не путаю. В общем, смог там одержать досрочную яркую победу нокаутом, да, и, соответственно, получил контракт в сильнейшей Лиге Мира. В общем, в UFC он, соответственно, после того, как попал, сразу же в оппоненты ему дали Эвана Элдера. Хороший боец, да, хорошая рубака. Пацаны показывали потрясающий поединок, как лично мне показалось. Садыков первый раунд проигрывал, во втором все-таки немножко начал его переламывать, особенно в концовке, да, второго раунда. Кстати, там еще и нокдаун он, по-моему, в первом упал, но сразу же быстро поднялся, да, и не было каких-то визуальных признаков того, что он очень сильно потрясен, но действительно плюшку пропустил он сильную. Ну и, в общем, смог выжить, да, и в конечном итоге в третьем раунде попал по своему оппоненту. По-моему, если я не путаю, это был хайкик. Тогда было серьезное рассечение у Элдера, и рефери был вынужден остановить тот поединок, потому что, ну, действительно, рассечение было очень глубокое, и самая главная задача рефери, как мы недавно с вами узнали, да, из индустрии попа ММА, это сохранить здоровье бойца. Ну, в принципе, я думаю, что для многих это и так было понятно. В общем, Садыков таким образом сейчас идет на хорошем инстрии, как я уже сказал. В общем, что касается его бойцовских качеств. Здесь тут подчеркнуть, что тренируется он в одном лагере вместе с такими ребятами, как Мираб Балишвили, как действующий чемпион полулегкого дивизиона, прошу прощения, легчайшего дивизиона, это Алджимайн Стерлинг, и, соответственно, также в его команде есть такой боец, как Мэтр Иволла, тоже спортсмен, который последние два поединка шел андердогами, мы, кстати, его забирали с ребятами в вип-канале, и дважды он нас мог порадовать. В общем, что касается борьбы, то у него хорошая вменяемая защита от тейкдаунов, его, конечно, можно перевести, но его крайне сложно контролировать в партере, плюс он может еще сам побороться. Что касается стойки, то есть, конечно, у него проблема в защите, он очень много пропускает ударов, но при этом еще больше примерно он выбрасывает, то есть здесь как бы такой у него идет паритет, и опять же, как мне кажется, большой минус это вот его защита от ударов, и зачастую он слишком много пропускает, и как бы не случилось так, что, ну, условно говоря, не повторить историю бывшего временного чемпиона Джастина Гейджи, который очень много пропускал, потом все-таки смог себя, ну, благодаря тренеру, перестроить свою игру, начал уже, ну, прокачал защиту от ударов, и, в принципе, показывает хорошие поединки, но здоровья отдал очень много. Здесь мне не хотелось бы видеть вот Садыкова вот на таком вот примерно, примерно примере. В общем, что касается его кардио, мы видели его в затяжных поединках с тем же самым Элдером, поединка там был высочайший просто, все три раунда, мне кажется, Садыков отлично работал, да, к третьему раунду он подустал, но все равно он остается работоспособным, прет на своего оппонента как танк, выбрасывает огромное количество ударов, поэтому я считаю, что в плане функциональной составляющей серьезных проблем у Садыкова не имеется. И пришло время нам поговорить об оппоненте Садыкова, это Терренс Маккинни, спортсмен, который начал свою профкарьеру в 2017 году, соответственно, подписал контракт с таким промоушеном, как Кейдж Спорт, одерживал там победы, ну, потом, к сожалению, для него да, он проиграл, в какой-то момент его профессиональной карьеры ему предоставили шанс выступить на данную White Contender Series, где он встретился против Шона Вудсена, и, к сожалению, для него улетел жесткий, жесточайший просто нокаут, он тогда в прыжке Вуд зарядил колено, да, и потушил Маккинни очень и очень брутальным таким способом, скажем так. После этого Маккинни проводит два поединка под баннером турнира LFA, одерживает две уверенные досрочные победы, естественно, да, ну и, как я уже сказал вам чуть ранее, LFA это дочерний промоушен UFC, и, соответственно, Маккинни все-таки подписывает UFC, он дебютирует на номерном турнире против Мэтта Фревола, кстати, спаррик партнера Дас Адыкала, и тушит его, ребят, внимание, за 7 секунд в первом раунде, это был просто самый быстрый нокаут, естественно, 50 тысяч долларов автоматически Маккинни отлетает, после этого он встречается против Фореса Зиама, которого выигрывает, дальше ему повышают оппозицию, он дерется против Добера Дрю, Добер Дрю, которому предоставил огромные проблемы в первом раунде, но Добер смог выжить, пережить стартовый натиск своего оппонента, да, и в конечном итоге Добер Дрю все-таки перевернул исход данного поединка и досрочно техническим нокаутом одержал победу. Дальше Маккинни понижает оппозицию, он встречается против Эрика Гонсалеса, это боец, который сейчас UFC идет на рекорде 0-3, причем все три его поражения в UFC, они были досрочные, то есть, ну, как вы понимаете, оппонент просто никакущий, Маккинни выходит, с ним быстренько разделывается, досрочная победа, и свой крайний поединок Маккинни проводит против Исмаэля Бонфима, это бразильский боец, который относительно недавно шел фаворитом за 1-3, обосрался просто в хламину, потому что по-другому я сказать не могу, я забыл, как зовут его оппонента, пропустил там 500 тысяч миддлкиков по корпусу, жестикулировал и подзывал оппонента, да, к себе, давай, мол, зарубимся, в итоге обосрался и проиграл досрочно, он душащий прием в первом раунде, то есть, ну, блин, я честно думал, что у Бонфима все-таки чердачок работает получше, но, как оказалось, нет, в общем, Маккинни выходит против Бонфима, проигрывает ему досрочно во втором раунде, здесь вопросов никаких, ну, и таким образом идет вот он на поражение, что касается бойцовских качеств Маккинни, то у него есть неплохие навыки в вольной борьбе, в бразильском джиу-джитсу, по-моему, у него фиолетовый пояс, если я не путаю, или пурпурный, по-моему, все-таки пурпурный, да, в общем, ну, он демонстрирует свое БЖЖ и борьбу в клетке частенько, да, он неплохо переводит, грамотно контролирует, грамотно также забирает спину, и если возможность предоставляется, то в портере он легко может финишировать своего оппонента, но, опять же, легко в каком смысле, я имею в виду, да, что если оппонент не обладает должными навыками в бразильском джиу-джитсу, да, и в грэпплинге в целом, вот, что касается его стойки, нокаутирующая мощь есть, серийная работа есть, то есть, боец действительно крайне опасный, боец-финишер, по-другому его назвать нельзя, но есть у него одна проблема, самая главная проблема его заключается в чем? Раз, два, три, правильно, в кардио. По кардио у него прям серьезные беды, то есть, ну, после первого раунда Маккини просто в хламину уже не какущий, либо он выигрывает в первом раунде, либо дальше просто его уничтожают оппоненты, то есть, в плане функционалки серьезные-серьезные проблемы. Заключительный этап нашего разбора, это прогноз на этот поединок, кстати, пульт от вот этого потрясающего света. В общем, что у нас здесь по этому поединку? Коэффициенты следующие, Садыков идет фаворитом, недавно он шел за 1.6, сейчас у него коэффициент 1.7, Теренс Маккини идет в среднем за 2.15, за 2.20. Но, опять же, я думаю, что Кэффи будут еще, скорее всего, скакать. То есть, опять же, давайте для начала пробежимся по ключевым аспектам в ММА и потом уже конкретно подведем итоги. Что касается, ну, соответственно, да, это ударная техника, борьба, кардиоопозиция. В плане оппозиции, ну, все-таки, да, здесь Маккини выглядит, ну, опять же, чисто на бумаге фаворитом, потому что Фреволу финишировал, Форезиам, это, ну, такого, скажем так, среднего уровня боец, Доберу Дрю предоставил огромные проблемы. Ну, по факту, больше боев в UFC, была серьезная позиция, и там что-то показывал. Все, что мы видели с вами против, ну, соответственно, в сторону Садыкова, если смотреть, это его поединок против Элдора, которого он смог выиграть досрочки, уже сказал, с остановкой Доктора. Первый раунд он точно проиграл Садыков, второй раунд был близковатый, но мне кажется, что все-таки, наверное, тоже Садыков его слил. Хотя, ну, там прям все очень на тоненького. Мне почему-то показалось, что он начал переламывать ход поединка. Опять же, не по статистике, а так, чисто визуально. Вот, ну и, соответственно, один бой в UFC, одна победа. Если бой бы дошел до решения судей, опять же, многие пишут, многие писали, да, и, в принципе, в интернете доступная, скажем так, информация о том, что Элдор выигрывал на карточках судей со счетом 2-0, если бы даже Садыков забрал третий раунд, чтобы там было непонятно. Но, как говорится, мы имеем то, что имеем. В общем, в плане оппозиции здесь Маккини является фаворитом в моем понимании. В плане кардио, ну, какие здесь могут быть вопросы? Как я уже говорил, Маккини это боец чистейшего одного раунда, ребят. Вот дальше заходит бой, все, ему, ну, просто капец. Он вздыхает абсолютно, в нулину практически просаживается, да, ничего вообще не демонстрирует. И, как говорится, тут уже все зависит от его оппонента. Будет он его финишировать, ну, как показывает практика, его финиширует. Либо просто будет его разбивать по очкам. Поэтому кардио уходит на сторону Садыкова, это 100%. Что касается борьбы, опять же, Маккини смотрится неплохо в этом аспекте. Да, как я уже и сказал, мне кажется, он более технично подготовленный. Наверное, технически все-таки подготовленный, да, в плане борьбы. У него хорошие тейкдауны, да, у него есть там кое-какие проблемы именно с контролем. Но может он некоторое время, опять же, поконтролить своих оппонентов. Но вот что будет дальше, если даже он их и проконтролирует первый раунд. На второй раунд, скорее всего, он уже будет практически не как кущий. Поэтому, как здесь оценивать борьбу? Ну, опять же, если мы не берем кардио вообще, а берем вот именно чистейшую борьбу, да, то мне кажется, что Маккини все-таки, на мой взгляд, Маккини в этом аспекте является фаворитом лично для меня. Ну, я имею в виду тейкдауны плюс, соответственно, контроль парты. Опять же, ребят, поймите меня правильно, не надо, блядь, сидеть и сейчас перелистывать. Если вы хотите послушать аналитику, хотите послушать мое мнение, и потом, грубо говоря, там через строчку его послушать и сказать, а, как ты мог сказать, что Маккини лучше там в борьбе, например, во втором раунде, где вдруг Садыков во втором раунде сам его начнет бороять. Я имею в виду, пока свеж Маккини, пока он не растратил весь свой бензобак. Я считаю, опять же, я еще раз повторюсь, если мы уберем аспект кардио, просто отодвинем ее на секунду, то конкретно в борьбе, на мой взгляд, Маккини является фаворитом. Что касается ударной техники, то здесь, ну, по факту, опять же, если мы убираем просто напрочь кардио, то здесь где-то 50 на 50. Если мы кардио сюда включаем, то, опять же, фаворит здесь Садыков, потому что, ну, повторюсь еще раз, да, у него хорошее кардио, и конкретно в этом поединке многое будет упираться в кардио. Но, опять же, стоит в голове держать такой момент, что Садыков частенько пропускает. Маккини очень плотно может попасть, может потрясти. Да, Садыков пока еще не пробитый боец, но в любом случае Садыков очень много пропускает. Я буду надеяться, что он проработает вот этот свой недостаток. И бреши в обороне, да, и все-таки будет лучше смотреться в этом поединке. Поэтому я, если говорить в плане ставок, я здесь притоплю за Садыкова коэффициент 1,7, но я бы здесь немножко поступил другим образом. Я думаю, многие будут смотреть в прямом эфире этот поединок, и здесь ставку бы оставил для Лайва. Потому что Маккини в первом раунде крайне опасен. Я думаю, что, как всегда, он будет... У Маккини здесь просто нет вариантов отвелосипедить, отбегать. Это можно сделать против спортсмена, который не идет вперед, который готов работать вторым номером. То есть, когда у нас выходят два вторых номера, боец, у которого плохой кардио, он может там как-то отвелосипедить бой. Здесь у Маккини этого сделать просто не получится. Садыков будет идти вперед, выбрасывает огромное количество ударов, будет пробовать клинчевать, бороться. Ну, то есть, будет энергозатратная работа. То есть, Садыков будет... Вот как он поднимет темп, вот с таким темпом он будет идти вперед. Этот темп просто не вывезет Маккини. Но нужно понимать, я повторюсь еще раз, что Садыков пропускает удары. Маккини плотно бьет. И я не удивлюсь, если Маккини в первом раунде каким-то образом сможет финишировать Садыкова. Я не удивлюсь. Поэтому я и говорю, подождать. Идеальный, конечно, геймплан на этот поединок. Подождать первый раунд, возможно, концовку первого раунда. Посмотреть, как поединок будет протекать. Возможно, Садыкова вообще до небес поднимется. Да, как было, например, недавно... Значит, кто у нас дрался? Сейчас я скажу... Блин, забыл, как его фамилия вылетела из головы. Ну, вот на прошлом турнире UFC. Дэн Хукер. Вот, пожалуйста. Он отработал первый раунд. Проиграл его в пух и прах. На него во втором раунде, чтобы вы понимали, Кэф был 11. 11. Он забирает концовку второго раунда и забирает напрочь третий раунд. Вот и все. То есть, опять же, здесь такой геймплан. Опять, если мы говорим про приматч-ставку, то опять, повторюсь еще раз. Опять, 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 опять. Садыков, победа. Садыков, досрочная победа. Это для тех, кто хочет рисковать. Для тех, кто не хочет рисковать, а снизить свои риски, то подождать первый раунд. Будем надеяться, что на Садыкова. Я очень хочу, чтобы Бакини забрал первый раунд, чтобы на Садыкова Кэф поднялся. Ну, а дальше уже, как говорится, все по классе. В общем, друзья, вот такое вот мое мнение касаемо этого поединка. Пишите обязательно свое в комментариях. Не забывайте подписываться на YouTube канал. Обязательно поставьте лайк под этим роликом. Я же вынужден с вами попрощаться. Всем пока и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok